Вот так теперь выглядит после реконструкции здания 1911 года постройки. В бывшем доме купцов последние несколько десятков лет функционировала городская поликлиника. Немногие сочинцы тогда имели себе представление об исторической значимости этого объекта. Ведь здесь фактически находится перекресток тысячелетий. Это территория Византийской крепости, крепости Абхазского царства времен Средневекового, Рассвета и Александрийский форт XIX века. Ранее закрепостные ворота. Историки принимали вот эту арку. Но в процессе реконструкции территории выяснилось, это всего лишь амбразура для защиты стены главной артиллерийской башни Александрийского форта. Получив точную позицию для отчета территории крепости, историки открыли множество интересных фактов. Например, храм Архангела Михаила не только собран из остатков древнего храма Византийского периода, но и стоит на его месте. А это уже придает святыне еще большую значимость для прихожан. Кроме того, сам Александрийский форт стоял на месте крепости византийского периода. При ремонте дома выяснилось, что наши, скажем так, сограждане в XIX веке и в начале XX не очень церемонились с этими остатками древности. Часть квадровой кладки крепости VIII века использована при строительстве дома купцов Политиди. То есть, когда стала обсыпаться штукатурка, ну понятно, начало XX века, из-под нее выступили классические византийские квадры, которые разбирали и строили здесь. Таким образом, из древних останков военных сооружений были возведены маяк, храм, казначейство и вот этот дом. Реконструкция исторически известного дома купцов в Политиди велась на протяжении пяти месяцев. Теперь здесь находится арт-галерея, где современное искусство представлено наряду с артефактами. Вот этот элемент вовсе не декор, а остатки той самой крепостной стены Новогинского укрепления. В этом зале можно даже прикоснуться к истории. А вот это привратная колонна основных стен крепости. От нее краеведы могут отталкиваться в своих исследованиях по определению точного расположения территории форта. Здесь-то и вырисовывается затертое временем, но сохранившееся ядро истории курорта. Раскрывать и дальше уникальные страницы древнего Сочи теперь будет современная творческая молодежь. Благодаря архитектуре здания арт-галереи удалось разбить зонально. Каждая из комнат представляет работы одного художника. Свои картины представили 16 мастеров из Сочи и других городов страны. Среди них и главный художник курорта Элина Баранская. Уютная обстановка позволяет посетителям не только полюбоваться искусством, но и выпить чаю и пообщаться с живописцами, а также самим проявлять свои творческие способности. Мы даем возможность проявить себя как молодым начинающим художником, так и у нас представлены экспозиции уже заслуженных художников. Естественно, это члены Союза художников России. Графика, живопись акварельная, масло. Все виды классической живописи. Также у нас есть постерная экспозиция, современная. Есть смешанные техники, работают мастера с бумагой, с гипсом, лофт-проекты. Все это представлено в 18 залах арт-галерей. Один из кабинетов отдан под творческий класс, где все желающие смогут обучиться у профессионалов. Он начнет работу уже в ближайшее время, а вот официальное открытие творческого пространства «Форд» состоится в эту субботу. Вход бесплатный. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.